МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Восвятая служба информации телерадио компании Гомель. В студии працу Александр Гамоля. Глядите вы к этому выпуску. Огольное намагание для огольной справы. Усё громадство зараз оказывает допомогу медицинскому персоналу. З найти працу онлайн. Электронный кермаш вакансий пройдет в Гомеле 16-го Красовика. На дворе снова меняется. Завтра в Беларуси объявлены оранжевые узоры небеспеки. А зараз об этом и иншим больше подробно. Интеграционные стасунки у новой экономичной реальности. Сегодня рабочая встреча лидеров ЕАЭС прошла в формате видеоконференции. Беларусь, как краина-старшиня, была инициатором этой размовы. Лидеры Армении, России, Казахстана и Кыргызстана оперативно отгукнулись на пропонову обмерковать неоткладные пытания высшейшего узровня. Центральной темой стало суперстояние ковида-19 и экономичное наступство пандемии. А с ними справиться можно только разом. Вядома, головная теперь – житё и здоровье людей. Не меньше важно думать стратегично на перспективу про житё после пандемии. В качестве предмета сегодняшнего разговора я вижу обеспечение стабильности и спокойствия в обществе, не допущение размывания основ нашего союза из-за стремления в первую очередь обезопасить только себя. Если мы не объединим усилия, то завтра будем восстанавливать нарушенные экономические связи, и на это уйдёт много времени, много денег и много труда. То, что сейчас происходит в мире, подтверждает высказанное опасение. Вирус разрушает жизни и семьи, вносит сумятицу в работе рынков, приводит к остановке целых отраслей, серьёзно влияет на положение дел в нефтяной сфере. Односторонние действия государств поставили под угрозу торговые отношения, кооперационные цепочки, трудовую миграцию. Отсутствие координации усилий усугубляет эти негативные факторы. Поэтому эгоистичные решения, принимаемые без оглядки на последствия, как минимум в отношении ближайших партнёров, стратегически не будут иметь успеха. В сегодняшней ситуации только благодаря сплочённости и решимости мы сможем справиться с пандемией и её последствиями. Беларусь закликает до расшудших мер, которые дополняют пропоновые Евразийской экономичной комиссии, по-перше, захавать транзитные двухбаковые транспортные взносины. Для этого помеж краинами ЕАЭС необходимо организовать беспечные с пункта гляджения медицины колидоры для транспортировки грузов. Дорывшую Беларусь уже працуют три такие транспортные международные артерии. Так само особливая увага к внешнему гандлю. Контроль за тем, как товары повышенного попыту не вымывались за межеобъяднання. Иншими словами, внутренный рынок Союза зараз у прайоритете. Это тышится и в творчости харчаванья. На фоне новых выкликов открытыми застаются и иншые пытания. Хотел бы обратить внимание, что мы вошли в кризис с нерешённым, базовым для устойчивой работы экономики вопросов. Это энергетика, цены на ресурсы и расчёты за них. Конечно, мы не ожидали, что такая ситуация сложится, но тем не менее, факт налицо. Такая негибкость негативно влияет на всю цепочку формирования добавленной стоимости. А значит, подрывает устойчивость функционирования Союза, особенно в перспективе. Пока мы не вышли на общие энергетические рынки в ЕС, нам надо договориться о том, как мы поступим в складывающиеся ситуации. В первую очередь, это касается цен и расчётов за природный газ. Очевидно, что при таком резком изменении экономической конъюнктуры цена должна быть более адаптивной, а механизм расчётов подъёмным для потребителей. Моё особое обращение к президенту Владимиру Владимировичу Путину, чтобы мы оперативно могли рассмотреть этот вопрос. Сообща, мы должны предпринять решительные действия, рассчитанные не только на текущее развитие ситуации, но и на перспективу. Продумать формирование собственного регионального пояса безопасности путём ускорения создания импортозамещающих производств и локализации на территории Союза критически важных отраслей. Беларусский БОК пропоновал пропрацовать огульные механизмы реагования на глобальные кризисы. Это значительно снизило бы рызыки для держав ЕС в будущем. По выниках працы лидеры приняли суместную заяву. Документы накерованы на экономичную и социальную оборону населенства держав, членов объединения. Так само Александр Лукашенко запросил лидера Украин ЕС приехать в Минск на саммит 19 мая, запевнивши, что Беларусский БОК примет усе необходные меры для забеспечения безопасности удельников. Во умовах пандемии минавито медицинский працавник стал соправным героем сегодняшних дн. Дякуючи ему, что день вратовываются тысячи жителей. Громадство целком шанует и тоничную и соправды охвярную працу медицинского персонала. Предприемства, бизнесмены, громадские объединения. Усе насельство щиро ждет, чтобы помочь працавникам охвы здоровья. Об некоторых из них, кто оказал им поддержку, наш репортаж. Гомельский облвыконкам пропоновал предприемству «Полидреу» сделать охвенные шитки для супрацовников больниц города. Под руководством директора организации Романа Напреева и еще на минулым тыднем была створена первая партия пластиковых вырубов. Усяго их каля тысячи. Нам передали чертежи через Гомельский университет. Там работают энтузиасты, молодые люди, которые являются волонтерами этого дела. Мы получили от них чертежи. Чуть-чуть их усовершенствовали под наше оборудование. А кроме шитков на обсталевании «Полидрева» В принципе, подлежит дезинфекции. Можно его кипятить, ничего с ним не происходит. Можно погладить утюгом 90 градусов, тоже ничего не произойдет. Таким образом, какая-то посильная помощь врачам будет оказана. Тоже тысячу штук мы делаем бесплатно, в любое время отдадим по потребности. Продприемство «Полидрев» передает маски и шитки волонтерам Гомельского державного университета имя Франциска Скарыны. Тые в свою чергу передают их установам оховы здоровья. Вядома, что доброчинная деятельность «Полидрева» у допомогу медикам будет протягиваться. Миколай Скинтиян, Яуген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель». Пандемия коронавируса не самым лепшим чином отбилася на приватном бизнесе, особенно в сфере громадского харчевания и забавляльных послуг. Разом с тем, шмат, кто не только не спонил деятельность, но и начал оказывать бесплатную допомогу медикам. Подсвежение тому в материале наших корреспондентов. В Гомельском кафе «Сити» в эти дни не вельми шматлюдно. Наведывальники есть, но затраты сейчас превышают доходы. Правда, владельники вырошили гандлевую коробку все-таки не закрывать. Больше затое с минулого ты дня тут начали рыхтовать бесплатные комплексные обеды для медиков, которые работают в реанимационном отделении и круглые сутки находятся в больнице. С 8 числа мы начали готовить обеды для сотрудников отделения реанимации Гомельской областной туберкулезной больницы. Там, где суп, горячее с гарниром и салат. Это полноценные комплексы, которые мы отдаем. О прошаге рачих обедов предприимальники вырошили оказать медикам, которые круглосуточно находятся в больницах, еще и материальную допомогу. По властной инициативе супрационники гомельских гостиниц «Сити» и «Парадис» профинансовали на быте косметичных сродков и рушников. Необходность проведения такой акции сами предприимальники тлумашить просто. До такой ситуации бизнес повинен подвести из усе отказностью. Сегодня усе набытое так само отвезли у туберкулезную больницу. Нам сегодня бизнесу очень тяжело, неимоверно трудно. Но я хочу повторить всем тем ребятам, которые занимаются бизнесом, что мы здесь теряем только деньги. Врачи теряют больше, они теряют, могут потерять свои жизни. Поэтому каждый из нас должен помочь. Олег Сентюров, Дмитрий Котов, Валерий Гопанько, телерадио «Компания Гомель». Центр социального обслугования насельства протягивают оказывать допомогу пенсионерам, а так само инвалидам первой и другой групп. В первую чергу размывается об допомозе на быте продуктов и леков. Сегодня наши корреспонденты разом с социальными работниками наведали некольких же хороших в наштых районах Гомеля. С 9 ранницы до 18 вечера. На протягуся готыдня без выходных и святочных дён. Зараз сирот основных задач социальных работников – приём заявок от пенсионеров и инвалидов на набыте продуктов, харчеванья и леков. На сегодняшний день у целом по области выконано коля 10 тысяч таких зворотов. Причим размова идей як об городах, так и об сельской мясцовости. Допомогу окажут навод у невеликой вёсцы. Идёт полностью речь об области. То есть это и сельские населённые пункты, там, где приезжают и автолавки, и наши работники. Для того, чтобы человек не выходил из дома и минимизировать эти выходы, приносят продукты по заказу. В уголе социальная допомога клопот агульный. Коли Центр социального обслуговывания звернулся во установы адукации, гандлю, медицины с просьбой разместить информацию об оказании допомоги спираликом номера у телефона у горячей линии. Не отмовился никто. Плюс материальная подтримка. Теяш профсоюзы выдатковали сродки на набыть всё для социальных работников сродков индивидуальной обороны. И это не один и приклад. Никто не остаётся равнодушным. Таких организаций, как «Красный крест», выделены дезинфицирующие средства для социальных работников, непосредственно работающих с пожилыми людьми, перчатки закупаем за счёт выделенных средств. Также общественное объединение «Беларусь» внесло большой вклад. Выделили полторы тысячи для приобретения, опять же, масок защитных для социальных работников. Алгоритм работы социального работника практически николе не изменяется. Спочатку отрымания списа с пираликом необходимых продуктов, потом их набыть всё в гандлёвых кропках. Нечего надзвычайного пенсионеры не заказывают, только самое необходимое – хлеб, молоко, алей, мясная продукция. Проблем с ассортиментом в уголе николе не возникает. У крамах можно набыть всё. Людмила Эпелева ранее у социальный центр не зверталась. Кажет, что это вельми зручно и дадает. Эпидемия обовязково завершится, а память о людях, которые пришли на допомогу, застанется. Я позвонила, слава Богу. Что есть такая организация. Плохо, конечно, что у нас коронавирус. Но мы думаем, что с этой бедой справимся. Всё проходит и это пройдёт. А про пенсионеров и инвалидов, которые начали звертаться у территориальные центры социальной поддержки, у опошние дни тут ещё находятся на постоянном обслуговании больше 14 тысяч человек, до которых работники центров обовязково приходят по несколько разов на тыдень. Причима, про чаны бытя продуктов харчаванья и лека у Яныда помогут при необходности и ежу приготовить и коммунальные послуги оплатить. 89-годовая Лидия Шауцова на такому лику два годы. Кажет, что вельми задоволена. Гэта вельми важно – ведать, что об тебе есть кому поклопатиться. Мне хочется сравнить их труд с трудом настоящих врачей наших в данное время. Это как бы невидимые бойцы, но они на переднем крае. Не боятся приходить, не боятся доставлять нам продукты. Очень огромное спасибо. Олег Сентюров, Сергей Нигаревич, Валерий Гопанько, Телер, радиокомпания «Гомель». Заставаться дома подчас церковных свят в период пандемии не грех. Белорусская православная церковь на передо дни Великодня рекомендует хворым и ослабленным людям, а так само туристам и тем, кто собирается, например, только освятить яйки, устрематься от наведывания храмов. Министерство Аховы здоровья просит Сарку по максимальности проводить усе на боженстве на улице. Дарайшие представники Сусветной организации Аховы здоровья, которые находились в Беларуси несколько дней, отзначили, что статистика по ковид-19 в Украине докладная и правдивая. Нагадая миссия приезжала по запрошению Александра Лукашенко. Оценивались ситуации, меры профилактики, подыходы доказания меддопомоги. Сирот-парад насильниству огучился напомин про социальное дистанцирование. И тут важно усим нам робить тое, что залежит от нас. Самое каштовное здоровье кожного человека. Так, как обзнизить распоусюдживание коронавирусной инфекции, сберегшись своих верников от заражения, на офицейном сайте Беларусской православной церкви опубликованы зворот Синода до Приходжан. Дорогие айцы, браты и сестры, на нашу землю произошло выпробование коронавирусной инфекции. Обовязок церкви – молитва об людях. И в эти дни Беларусская православная церква горяча молится об тем, как Господь отвел бяду от народа Беларуси. Мы молимся об больших худким выздоровлении хворых на коронавирус, об супокаении померлых от этой хворобы, об даровании здоровья и сутешения родным и близким у сих, кто так-то инакш потерпел от инфекции. И про тое, как небеспешная по шесть, як мага худшей, спынилася. У «звороте» означается так само, что людям, які делят клопоту про здоровье близких, переходят на режим самоизоляции и в совести с этим припыняют свою делу громадских набоженствах на час эпидемии. Такие поводины не залишиваются у грех. Дарыш и селета – трансляции перед святочных и святочных богослужений, организованы в большей широким формате, чем звычайно. На прыгату субботу о 23.01 и 45 хвилин промую трансляцию святочного богослужения з Минского свято-духого кафедрального собора можно убачить на телеканалах «Беларусь-1» и «Беларусь-24». Так само можно поглядеть у святочный нож великодное богослужение з Жировицкого монастыра, якое будет трансляваться каналом СТБ. Одиночасовую материальную допомогу до 75-го года «Перамоги» у Гомельской области отримливают ветераны, удельники Великой Айчиной войны и некоторой категории грамадян, которые потерпели от наступства войны. На 13-го «Красовика» допомога выплачена больше, чем 3600 жихарам. Это больше за 99,5% от огульной колькости тех, кому она призначена. По мере одноразовых выплат залежит от категории грамадян, и складают от 700 до 2500 белорусских рублев. В области, подаденных на «Першого красовика», проживают 716 ветеранов Великой Айчиной войны и амальт-3 тысячи грамадян, которые потерпели от наступства войны. Выплаты ожитивляются по месту отримания пенсии, прозорганы по праце, занятости и социальной обороне в области, Минобороны, Министерство внутренних справ и Комитет держбеспеки по 1 мая. Управление по праце, занятости и социальной обороне гомельского гарвы Канкама проводят электронный кермаш вакансий. И он будет проходить на один информационный плясовцы, что дозволит в онлайн-режиме запеспечить промы и активный диалог наймальника и соискальника, а также передать опошнему свое резюме и задать все необходимые пытания. Электронный кермаш вакансий пройдет с 16-го красовика с 10-ти до 11-ти годин. Сегодня у Гомеля подвели выники оплаты проезда по QR-коду после двух месяцев праце-технологии. В зале автопарка номер 6 собрались все кондукторы областного центра. Лепших из них узнагородили с участной техникой. По выниках двух месяцев первой стала Инна Куляшова, и она частей за инших пропоновывала пассажирам скоростаться новой системой. У пройзерок так само кондукторы Валентина Выступова и Анжела Шитикова. Реакция более положительная, особенно со стороны молодежи, но в данный момент и даже со среднего возраста они спокойно пользуются этой системой, и вопросов здесь не возникает. Если возникают какие-то вопросы, мы им помогаем. Нагадаем, Гомель стал первым областным центром, жихары которого смогли скоростаться инновационной системой и куплять квитки у один клик на смартфоне. Сегодня оплатить за проезд по QR-коде можно на всех маршрутах 6-го автобусного парка. По выниках этих двух месяцев были выявлены проблемы заплаты, и они будут у дальнейшем выращаться. Не все восприняли одинаково, скажем, одинаково позитивно вот этот новый продукт. Но тем не менее, те отзывы, которые мы получаем от клиентов, от пассажиров, от пассажиров, прежде всего это молодежь, это те люди, которые интересуются современными технологиями, отзывы самые положительные. Мы можем сейчас сказать, что весь общественный транспорт города Гомеля, все абсолютно маршруты автобусов, все троллейбусы, то есть весь общественный транспорт города, он оборудован сервисом оплате, и любой пассажир, будет это там житель города Гомеля или гость города Гомеля, он не глядя, там есть какие-то наклейки или обозначения на автобусе или троллейбусе, он может спокойно заходить в любой транспорт и, пользуясь сервисом, оплачивать свой проезд. Кинотеатр под открытым небом. С 24 по 28 красовика, а затем каждую пятницу, субботу и неделю на территории автостоянки Асауцы будут отбываться кинопоказы. Организаторы проекта – коммунальное унитарное предприемство «Кинотаур» совместно с «Музгандальсервиза» и открытым акционерным товариством «Кермаш». Идея такая – приезжает машина, независимо от того, есть там один человек или четыре человека, он оплачивает 10 рублей за машиноместо, и на великолепном экране, а экран – это 10 на 4 светодиодный экран, в очень хорошем качестве, смотрит фильм, который мы представляем. А кроме того, с мая на базе кинотеатра «Имя Калина» плануется проект «Приватный кинотеатр», благодаря которому каждый жадающий сможет арендовать кинозалу для разных мед. Сочите за новинами на сайте «Кинотаура». Оранжевый уровень небеспеки объявлено Беларуси на завтра за мощного ветру. В особенных районах в области макшимы невеликие дожжи, навод мокрый снег. На дорогах у ночной и ранешние часы гололедятся. Ветер прогнозуется заходний – 5-10 метров за секунду, порывы до 16. Температура поветра – 1-2 градуса, выше и за 0 ночью и ранецы – от днем до 5. Это и иншая новинная информация о проектах телерадиокомпании «Гомель» вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. Усяго доброго и до встречи в эфире. Де-факто на телеканале «Беларусь-4» в студии Николай Скинтиян. Здравствуйте. Сотрудники ГАИ совместно с транспортной инспекцией вносят свой вклад в сдерживание распространения коронавирусной инфекции. Стражи дорог взяли под контроль автомобильные грузоперевозки. Согласно постановлению Совета министров номер 171 от 25 марта, водители транспортных средств, которые движутся транзитом через Беларусь, обязаны следовать по республиканским автомобильным дорогам. Остановка и стоянка на трассе разрешены только в местах, предназначенных для отдыха и питания. В города заезд запрещен. Заправка топливом на специально отведенных автозаправочных станциях. Их в стране порядка 40. Отклонение от маршрута влечет немалые штрафы. Кроме того, покинуть территорию Беларуси грузоперевозчики должны не позднее второго дня пребывания в стране. Контролируют грузопотоки сотрудники батальона ДПС и транспортная инспекция. Исключением являются случаи поломки автомобиля, перегрузки или перевалки товара, а также замена транспортного средства, если это предусмотрено условиями договора о автомобильной перевозке. На сегодня нарушения фиксируются. Задача ГАИ свести их к минимуму. В Мозыре муж спас жену от угрозы пневматическим пистолетом. События происходили в одной из многоэтажек. Женщина решила сделать замечание незнакомцу, который курил и шумел на лестничной площадке. В ответ нетрезвый мазырянин достал пневматику и наставил ее на женщину. Она позвала на помощь мужа. Супруг смог отвлечь внимание незнакомца и выбил у него пистолет. Но злоумышленник достал электрошокер. Правда, причинить вреда своему оппоненту тоже не успел. Мазырянин вновь лишил обидчика оружия, скрутил его и не дал скрыться до прибытия милицейского наряда. Действием дебошира дается правовая оценка. Не по праву пользовались льготой. Финансовая милиция наказала гомельскую фирму, которая занималась производством блоков управления для грузового транспорта и сельхозтехники. Фактически речь о нарушении декрета президента, о стимулировании предпринимательской деятельности на территории средних, малых, городских поселений и сельской местности. Все производственные мощности фирмы были сосредоточены в гомеле, а по бумагам значительная часть продукции выпускалась на территории Добружского района. Делалось это для того, чтобы уменьшить сумму налоговых платежей. Кроме того, подписывались фиктивные акты. С головного офиса на счет подконтрольных районных фирм переводилась с оплаты за выполненные работы, которая потом обналичивалась и использовалась у руководителем в личных целях. Классика жанра только с использованием послаблений закона. Сумма ущерба составила более 200 тысяч белорусских рублей. По данным фактам возбуждено уголовное дело по ст. 243 Уголовного кодекса. Это уклонение от уплаты сумм налогов сборов. Самостоятельно проведены обыска, осмотры помещений, места происшествия. В настоящее время уголовное дело передано в Следственный комитет для производства предварительного следствия. Светлогорские работники МЧС спасли водителя, который оказался зажат в салоне своего автомобиля после ДТП. Авария произошла на улице Советской. 21-летний водитель не справился с управлением, снес бетонный столб и врезался в жилой дом. Опора придавила ту часть машины, где находился молодой человек, и лишила его возможности самостоятельно покинуть салон. Спасатели воспользовались гидравлическим инструментом, освободили водителя и передали его медикам. У пострадавшего черепно-мозговая травма и ушиб грудной клетки. Две трагедии произошли на пожарах за минувшие сутки. Среди жертв два пенсионера. В агрогородке Люденевича Житковичского района погиб 76-летний мужчина, а в Еремино Гомельского района 64-летний местный житель. В агрогородке Еремино причиной пожара стала неосторожность при курении. В ходе разведки задымленных комнат жилого дома спасатели обнаружили хозяина и вынесли его на улицу. Однако медики, прибывшие на место ЧП, констатировали смерть мужчины. МЧС еще раз напоминает о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности. Это вся информация к этому часу. Оставайтесь на «Беларусь-4». На телеканале «Беларусь-4 Гомель» новости спорта. В студии Михаил Садовский. Здравствуйте. Сыграны все матчи четвертого тура чемпионата Беларуси по футболу в высшей лиге. Завершающим стал поединок между Мозорской Славией и Брестским Рухом. В домашнем поединке представители Гомельской области не добились победы. Они не смогли воспользоваться преимуществом после удаления из команды соперника. Результатом матча стала безголевая ничья для мозорских любителей футбола. Эта встреча стала историческим событием. Поединок Славии и Руха – первая официальная игра. Пятый тур чемпионата Беларуси пройдет с 16 по 18 апреля. Подопечные Михаила Мартиновича встретятся в гостях с Ислочью в субботу. Стартовый свисток прозвучит в 14.00. Сегодня Славия находится на пятой строчке турнирной таблицы Ислоч на седьмой. И к другим новостям футбола. FIFA обновила рейтинг сборных. Национальная команда нашей страны занимает 87 место. По сравнению с прошлым списком положение команды главного тренера Михаила Мархеля не изменилось. В активе наших футболистов – 1283 очка. За последнее время сборная Беларуси провела два товарищеских матча. В них она одержала минимальные победы над футболистами Узбекистана и Болгарии. Лидирует в рейтинге сборные Бельгии, Франции и Бразилии. Напомню, все международные матчи в связи с пандемией отменены. Белорусская федерация гандбола внесла изменения в проведение национальных чемпионатов. Первенство Беларуси среди мужских команд в первом дивизионе продолжается по утвержденному календарю. Чемпионат страны среди женских команд в группе А приостановлен до 9 мая. Даты проведения перенесенных матчей федерация озвучит позже. Финал четырех Кубка Беларуси также переносится. О новых датах сообщат дополнительно. Также принято решение 20 апреля завершить чемпионат Беларуси среди мужских команд в группах B и V, среди женских команд в группе B. Итоговые места 28-го чемпионата Беларуси в данных группах будут распределены под текущим результатом в турнирных таблицах. Чемпионат Беларуси по плаванию перенесен на неопределенный срок. Соревнования были запланированы с 21 по 25 апреля в Бресте при закрытых трибунах. Ранее также Беларусская федерация плавания отложила на неопределенный срок первенство страны среди юниоров. О новых датах турниров будет сообщено позже. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на Беларусь 4. Продолжение следует...